Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Александр Лукашенко окреслил и ключевые керунки деянею упор на экономику регионов и системный подход до инвестиций, створение качественных рабочих мест и развитие будущего комплекса. Особенно президент отзначил, что до ГЭТУЛЬ не выполняются потребования по росту и свойчасовой выплате зарплаты, за крану и проблемы у посевной кампании. Губернаторам уже давно следовало определить четкий, детальный, насколько это возможно, план действий по проведению этой самой посевной кампании. От вывоза органики на поля и до завершения всех полевых работ провалом в этом году быть не должно. И хватит все свои просчеты списывать на погоду. Вообще-то на нынешнюю погоду трудно что-то списать. И вообще у нас достаточно сил и средств для того, чтобы посеять в любую погоду. Хозяйства должны быть обеспечены техникой, топливом, минеральными удобрениями и семенами. И еще раз хочу подчеркнуть. У нас как-то выпадает всегда правительство из каких-то компаний. Как бы там ни было, посевная кампания, уборочная, это мобилизация средств. Если в промышленности и других отраслях под крышей люди работают в любую погоду, то сельское хозяйство – это очень серьезная отрасль в нашей зоне рискованного земледелия. Поэтому, Сергей Николаевич, давайте запрягайтесь с вице-премьером и министром финансовым. Снимите вопросы удобрений, что касается техники там и так далее, если это нужно, хотя ее хватает особенно посевную, и финансирование. Все, что мы должны сделать, надо вовремя отдать и забыть. Чтобы не было, куда не приедешь, кто-то бежит, тебя дергает за Ласкин-Пиджикаев, «Александр, вот тут вот это надо посмотреть». Значит, я уже вас просил передать правительству. В течение этой недели все вопросы от них зависящие должны быть сняты. Но больше всего меня беспокоит и настораживает то, что местами в проведении полевых работ нет элементарного порядка. Я хочу, чтобы губернаторы и вся вертикаль власти сделали соответствующие выводы из событий в Могилевской области и других регионах. Президент нагадал, что этот год – год озеленения и наведения парадку. Это важно из пункта погляду здоровья людей и вядома вонковый выгляд – визитная картка краины, якая совсем худко примет наибуйнейшее спортивное споборнение континента. Сегодня день единания народов Беларуси и России. Другого красавика 1996 года президенты двух краин подписали договор об створении супольности России и Беларуси. А в Снежине 1999 года подписан договор об створении союзной державы. С нагады свята Жихару региону повиншовали областный веконавший комитет и Совет депутатов. Духовная родность наших народов пройшла в упробовании часом, а партнерские советы служат тривалой основой для развития эффективного взаимодействия по усих напрямках. Мы шануем тое, что створено за минулые десяти годы. Наш агульный курс на побудову дальнейшего взаимовыгодного супрацовниства, заснованный на гисторичной супольности и мкнении беларусов и россиян, захавать мощное партнерство в рамках одной экономичной, научно-техничной и культурной просторы. Говорится о Веншаванне. В Гомеле до Дня Яднания промерковали урочистый концерт, на яким побывал наш корреспондент Олег Сентюрол. Сироту денег урочистого сходу, простовники працовных коллективов и пенсионеры, органов улада и громадских организаций, место проведения традицины, Гомельский областный драматичный театр, так само традицины, можно назвать и организованную уфаевыставу. Правда, на этот раз ее просветили неэкономичным достигнением, а культурному супрацовниству. Выставу до Дня Яднания народов Беларуси и России на этот раз просветили детям. Урежьте, минавитое одых, задержать будущее наших краин и наше дальнейшее супрацовниство. Дети повинны все бровать. Это аксиема. Тесное супрацовниство детячих организаций Беларуси и России притягивается за 1962 года. Калию Бранску першиню прошел фестиваль «Креница славянской дружбы». У суместном активе так само лагерь «Дружба дятей славянских народов», «Шматлики» творчая конкурсы и спортивное споборненство. При этом значная вага надается супрацовниству на региональном узровне. Зараз реализуется 29 двухбаковых договоров, заключенных Гомельским облаканкамом и областным советом депутатов. Ясчай 73 погоднение реализуется на узровне городов и районов и вгнение до интеграции приносит становчивые выявления во всех сферах – наука, гуманитарная сфера, медицина и, беда, самая головная – экономика. За 2018 год объем нашей торговли составил более 6 миллиардов долларов США. По итогам минувшего года лидирующую позицию по объему экспортных поставок занимают Брянская, Московская, Смоленская, Воронежская области, Москва и Санкт-Петербург. Дальнейшая интеграция и ликвидация штучных пирожкот в денеке врачи сходу разводжаются по перспективам дальнейшего супрациониста и огучиваются бытой головной трезис союзной державы разом працуем и створаем. У нас шмат огольных, и эта основа дорогу наперед. Нас объединяют общие корни, и поэтому, прежде чем развивать что-то новое, нам всем надо всегда помнить о нашем общем историческом прошлом, о общем настоящем, о тех победах, которые наши далекие предки совершали и в годы Великой Отечественной войны, и гораздо раньше, помнить наши культурные особенности, культурные традиции. А если мы это все будем помнить, то все новое будет у нас только развиваться на благо наших двух государств. Урочистый сход завершается с уместным концертом на сцене коллективы и выканавцы Гомельской и Брандской областей. Олег Сентяров, Владимир Капанько, телерату компания «Гомель». Гостями урочистого концерта у Гомеля стали так само одельники международной встречи юных миротворцев «Мы разом». Это делегации наученцев и педагогов с нашей области и пяти регионов России. Сегодня – другий день форума. Он открылся митингом для Кургана Славы. Протягнулись мероприемства на «Аллеи героев». Подробности в нашем наступном сюжете. Москва, Санкт-Петербург, Смолинск, Владикавказ, Курск. У делу международной акции принимают молодые миротворцы с пяти регионов России. Увагу ли у них насыщенная программа, якую завершить четвертого красавика митинг-реквием на мемориальном комплексе у Лоеве. А сёння школьники пришли до Гомельского Кургана Славы. Гэта, саправды, особливая местца. Тут собранная земля больше як ста местцов, где подчас Великой Айчинной войны здесь сняли подвиг червонармейцы и партизаны. Миротворчая сустреча – добрая махчымасть ясча раз нагадать молоді Беларуси и России об тих падеях. И гэта одна з причин, по якой акция «Мы разом» патрымлеваяцца по обо двух боках храницы. Поддерживают это движение миротворческое и поддерживают желание детей дружить, знать друг друга, знать обычаи, традиции, любить друг друга, уважать друг друга, жить в мире и согласие. Протягиваючи традицию, сёння у Курган Славы уносится земля ясчэ с пяти месяцев воинской славы. Московского музейно-мемориального комплексу «Гістория танка Т-34» мемориалу «Дорога мужнасті», який знаходзіцца у Санкт-Петербургу. Мемориального комплексу «Курская дуга». Кургана Славы у Смалинску и мемориала Славы у Ладикавказа. Гэта не першая сумесная акция миротворца у Беларуси и России. Об гэтым таксамы узгадываюць у дельнікі митэнгу каля Кургана Славы. Бывалі на території Беларусі і в Мінскі неоднократно были, і в Брестской крепости. Наші деці несли вахту памяти. И вот в последнее время, на протяжении последних семи лет, принимаем участие в миротворческой деятельності. Неоднократно были в городе Гомеле на встречах миротворців. Детям очень нравится. Яшчы одно сумесное мероприемство на Аллеї Героев. Падея Великой Айчынной закранули шмат, які сім'я у Беларусі і Расії. Братскія пахаванні – святые місцы для працтавніков обедз'юх країн. Што году Расії і Беларусі проходять марши міру, дітячі лагері дружбы, фестывалі і конкурсы. Гэта дозволяє не тільки усталювать більш теснія партнерскія сувізі, але і обменьваться в опытом па выхаванні молодого покалення на боєвых традиціях. Середах учених пропонув більш масштабне осветлення Падея Великой Айчынной у сродках масової інформації і зустрічі з родними у дельніку війни. Ми зустрічались на Поклонной горе з внуком маршала СССР Говорова. Це великолепно. Внук дуже добре розказував не тільки о своєму дедушці, але і о том, який вклад він у вніс в історію країни. С такими людьми общення для дітей це, наверное, буде кладеться інформація. Гомельський етап міжнародной миротворчої зустрічі «Ми разом» завершається посадка дреу на Аллеї Міру і яднання 27-й середній школи. Мест собрано не випадково. ГТ1-я у Гомельській області установа аддукації, яка має офіційний статус Школы Міру. Олег Сінцюру, Наталі Ігнатєнка, Валіра Ігапанько, телерадуя компанія «Гомель». Помощник президента, інспіктор по Гомельській області Юрий Шулейко откаже на питання жахароу регіона. Четвертого красавіка Йон проведе промують телефонну лінію і приєм громадзян у Мазырськім райвыконками. Звернуться по телефоні можна з 14 до 15 годин по номері у Мазыры 32 54 86. З 15 до 17 годин відбудеться особистий приєм. Зверніть увагу, необхідний попередній запіс. Коли чоловік любить справу, якою займається, гэта завсёды приносить добре выніки. Наші корреспонденты відправилися у Добружський район, де поспіхово працює открытый акціонерний товаріства «Завідовське». Не глядячи на активні полеві роботи, керівник підприємства проєхала з нашими корреспондентами по палетках і розказала, як удається біць у лідерах района літерально по усіх сільськогосподарших покашіках. Подробязність полевого подорожжа у сюжеті Марини Джалай. На території Добружського району 13 господарок. Посеть зерніве і зернебобове треба на площі з віше 8 тисяч гектаров. Більш запалу гэтай роботу уже виконали. Тройка лепших – товариства «Утінське», «Калінінське» і «Завідовське». На полях опошняга зараз працює ось такий гігант. Тут іде подрихтовка глеба до сяубы кукурузы. Машинаю керує Александр Щученко. Тракторист за довольненням демонструє махчимості нової техніки. Яєна булі гэтай весной. Получу Кирівець в цьому гаду весной. Кирівець К744, Р4, 420 лошадей. Ну, машина хорошая, конечно, мягкая, мощная, комфортная, уже більше современная. Задання можна зделати побольше на ньому. На одлеглость у нікольких кілометрів палеток, по яким курсує новая сейлка. За рулем механізатор Миколай Усов. Мужчина споняє техніку, выходит з кабіны на сустраж старшини господарки і нашій здимошній бригаді. Татьяна Білян спочатку задає механізатору ніколькі питання на контработи сейлки. Ми не упускаємо, качимості так само доведаться, які ж переваги має новий агрегат. Пасівний агрегат позволяє, щоб при посіві внести именно между рядками минерального удобрення в виде фосфорних минеральних удобрений. Гэта меркавання керівніка, але цікаво як працюється на новій машині і самим механізатором. Як вам роботається на новій техніці? Хорошія техніка. По цілені йдет, по пахаті. Ну, всі условія є. А скажіть, то, що ви роботаєте тепер на цій техніці, це на вашій зарплаті буде як-то отражаться? Ви зможете більше сделать, ну і більше, соответсвісно, заработати? Ви зможете, да. Ви зможете, хорошо. Ну, а відсіма від погоди, як погода, условії які. Середня заработна плата у Завідовськім коле 700 рублів. Сюліта її планують повысить. Для цього є усі передумови. Весенні полеві роботи у Завідовськім виконуються у термін. Це махчима і дякаючий справній техніці і її перайдичному обновлінню. Бюджетні срідки на розвиток господарки практично не виділяються. Техніка не бувається за власний прибиток альбо у лізіних. Предприятие розвивається, не стоїть на місці. Очень большое внимание уделяють закупці нової техніки, а именно в виде трактору енергонасыщених, також пасівних агрегатов, обрабатывающих сільхозмашин. Плани ярового сева у нас ранніх ярових составляють порядка 455 гектар, но предприятиям пасеяно план выполнен на 127%. На сьогоднішній день у нас ведеться пасів именно однолетних культур для обеспечення именно кормовой базы для животноводства. А в області раннія яровые, зерневые і зернебобові культуры пасеяны більше на 80% площу. Уже завершили гэтай роботи у Єльськім, Лельшицкім, Мазырськім і Петриковським районах. Якщо буде сприяти на дворі, то до конца тыдня с заданням справяться усі господарки регіона. Марина Джалая, Валерия Гапанько, телерадиокомпанія Гомель з Добружського района. Ці чекає Добруж епідемія адзеру. У районам центра і інтернет-простора обмерковується слых про нібито масове захворування насельництва. Ситуацію нам розслумачили у обласным центра гіены, епідеміології і громадського здоров'я. На самрочна території Добруша зафіксованы адзіны выпадок захворування на адзер. За медицинской допомогой, яще у середіні сакавіка звернувся неполнолетні. Проспять дзюн лячення у стаціонарі подлітка выписали с остановшим выніком. Як меркується, зараження відбулось за мяжой. Тим, хто планує поїздки, особливо у епідемічно небезпечній регіоні України, медики райс доведаться про історію своїх пришепок і у выніку отсутністі пройти вакцинацію. У Добруші зараз проводяться дослідовання. Виявлено 5 випадків вострих респіраторних інфекцій, не виключаючих захворвання на адзер. Захворили ашпіталізоване для устанавлення докладного діагнозу. Пакуль робіць якісь вивади заучасно. Наблюдення за контактами, в тому числі медицинське наблюдення, їх около 1400, із них половина – це дітей, але по дітям у нас ситуація спокійна, ввиду того, що все децьке населення привіто проти кори согласно національного календаря Республіки Беларусь. По остальной половині населення – це взрослое населення. При необхідністі, ввиду явного контакта з заболівшим, от 9 місяців до 55 років населення привіто. На сьогоднішній день 264 челока таких привіто. За остальніми установлено медицинське наблюдення. Тобто для волнення никакої ситуації і предпосылок нету. В остросюжетній прем'єрі фільми минулых годів представять глядачам на днях российського кіно. Уліку нових картін – беларуско-россійський детективний боєвік «Чорна собака». Кіностушка вийде на екраны четвертого красавіка. Сценарий написані по мотивах романа у беларускага письменніка Миколая Чаргінца. Стушка присвечена сучасным проблемам – боротьбі з террористичній дзейністю, роботі спецслужбів під час війни або екстремальних падзей. Почас дзен російського кіно глядачам пропонують так само інші фільми розних жанров. Гэты і інші новіни ви можете знайсі на нашім сайті у інтернеті по адресі www.tvrgomil.by На гэтым випуск завершений. Дякую за увагу і до зустрічі у ефіре. Ефір телеканала «Беларусь-4» продалжаєт де-факто. В студії Руслан Габрилєв. Здравствуйте. При пожарі в жилом домі в Хойніках одного чоловіка спасли і семерых евакуували. ЧП произошло ночі в двохэтажці по вулиці Советській. К моменту прибытия огнеборців на місце проішествия наблюдалось открытое горення квартири на первом этаже. Во избежание жертв спасатели евакуували семерых чоловік, із них одного ребёнка. При проведении разведки звеном газодымозащитной служби на диване в ньогорящій комнате был обнаружен хозяин квартири, неработаючий 1964 г. рождения, который проживав один. Мужчина был спасён и передан работникам скорой медицинской помощи, после осмотра которыми с предварительным диагнозом отравления продуктами горения госпитализировано учреждение здравоохранения. В результате пожара огнём уничтожены имущества в комнате. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий – неосторожное обращение с огнём при курении. В Гомельском районе пенсионер получил ожоги при попытке тушения сухой растительности. Вызов поступил накануне из агрогородка Прибытки. По прибытии на место установлено, что горит трава на площади 300 квадратных метров. В ходе ликвидации горения к работникам МЧС обратился гражданин 51-го года рождения. Пенсионер с ожогами, предварительно полученными при попытке самостоятельного тушения сухой растительности на территории своего приусадебного участка. После осмотра работниками скорой медицинской службы с диагнозом ожоги мужчина госпитализирован в учреждении здравоохранения. С начала пожароопасного периода в Гомельской области зарегистрировано пять фактов возгорания травы и кустарников, в результате которых несколько человек пострадали по собственной глупости. Спасатели напоминают о том, что самовольные палы могут стать причиной пожаров с крупным ущербом. Будьте осторожны сами и предупредите пожилых родителей и детей о возможной опасности. Железнодорожный вокзал не самое подходящее место для знакомств. В этом на собственном опыте убедился житель Бобруйска. Он возвращался домой из Брянской области России. В Гомеле 32-летний гастарбайтер остановился для пересадки из одного поезда в другой. Видимо, забыв о том, что случайные связи опасны, молодой человек познакомился с двумя молодыми особами. Они приехали в областной центр на судебное заседание. Беседа на вокзале продолжилась за спиртным. Уже позже нетрезвый мужчина попал в поле зрения патрульных милиционеров. Им доверчивый Бобруйчанин и пожаловался на нехватку наличности в кошельке, вспомнив девушек из дизель-поезда. Оперативники уголовного розыска установили паспортные данные молодых особ и адрес проживания в райцентре. Передали информацию на линейный пункт милиции на станции Калинковичи. 26-летнюю девушку задержали уже дома. Как оказалось, российские деньги она уже успела обменять в банке на наши рубли. Часть наличности вместе с сестрой успели потратить на спиртное. Гомельским городским отделом естественного комитета по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 Головного кодекса Республики Беларусь Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Сыгран 23-й тур чемпионата Беларуси по мини-футболу из неожиданности разве что потери очков гомельской команды БЧ. Железнодорожники не сумели обыграть Микошевичский гранит на его поле. Встреча завершилась весьма результативной ничьей 6-6. ВРЗ без проблем разделался с охраной Динамо 6-1. Ворше, Витен и столица поделили очки. Вторая и четвертая команды чемпионата сыграли в ничью 3-3. Светлогорский ЦКК на выезде проиграл Дорожнику 1-4. ВРЗ укрепился на первом месте. Отрыв от Витена уже 6 очков. БЧ на пятой строке. ЦКК в 4 очках от зоны плей-офф. В Гомеле во дворце игровых видов спорта проходит чемпионат Беларуси по боксу. Сегодня состоялась церемония открытия соревнований и начались предварительные поединки. Гомельская область выставила на домашний турнир внушительную команду. В состязаниях мужчин за медали будут бороться 16 боксеров. В женской части соревнований представительства меньше. 8 спортсменок. Начало боев 3-го и 4-го апреля в 15.00. Полуфиналы пройдут 5-го апреля. Первые поединки стартуют в 15.00. Обладатели наград станут известны 6-го апреля. Начало финалов в 11.00. Чемпионат Беларуси по боксу это отборочный этап для участия во вторых европейских играх. Шесть наград, пять из которых высшие пробы завоевали спортсмены из Гомельской области на первенстве страны по вольной борьбе. В Гомеле состязались борцы 2002-2003 годов рождения. Победителями домашнего турнира стали Анатолий Громыко, Павел Дятлов, Олег Цапенко, Яна Костунова и Арина Мартынова. Бронза у Ивана Громыко. В командном зачете юноши заняли второе место, девушки третье. Нынешнее первенство страны было одним из этапов отбора на первенство мира и Европы, которые состоятся в 2019 году. В Гомеле определили лучших шашистов в рамках национального первенства по шашкам 100. Это главный турнир для спортсменов в пяти возрастных группах. Участвовали шашисты от 11 до 27 лет. В классической шашечной программе за победу боролись порядка 90 участников. В Блице около сотни. По итогам турнира лучшие шашисты получат путевку на чемпионат Европы, который пройдет в Польше. И чемпионат мира, который состоится в Турции. Гомельская область так само вельми поспехована в этих поборницах. Взгуляла в ростунике ее. На прикладу близковичной программе пять медалев завоевали. Но это основано у молодших взрослых группах. Потому что вельми отчувается довольно серьезный прогресс в выниках шашистов Гомеля. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Продолжение следует...